Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Я верующий, как быть, если травят одноклассники? Такие времена, что за веру можно и пострадать в наше время, хоть и не такие лютые гонения, как в XX веке были попущены в нашем Отечестве, но, тем не менее, безрассудная, ожесточенная молодежь, именно там, где чувствует наличие обличающей ее святости, верности Господу, особенно исходятся злобой, и эти школьные дразнилки, всякое насмешничество, колкое, процветает во многих местах и школах нашей Родины. Это бедственное состояние, когда за то, за что нужно было бы хвалить и чему учиться, человека еще юного подвергают насмешкам и укоризмам. Для самого укоряемого это не разорение. Если только не окажешься ты слишком впечатлительным и ранимым, то подобное отношение только закалит тебя. И не видя вокруг только одобрения твоему благочестию, а напротив, преодолевая оппозицию детей безбожных, ты утверждаешься в своем выборе, ты делаешься опытней в сопротивлении стихи. Век сего, как одного святого спросили, кто в отсутствии добрых наставников Иисусовой молитвы научил тебя, ибо знаем, что ты непрестанно ее творишь. И ответ был неожиданный. Бесы, как же бесы, разве они учат молитвы Иисусовой? Конечно, по попущению Божьей они меня все искушали, искушали, а я против них все сопротивлялся молитвой, так и привык. Вот и появилось у меня сопротивление всяким прелогам вражеским и непрестанное молитвенное устроение. Потому, преодолевая и окружающие вас противодействия, противостояния, помните о том, что, держа это сопротивление, вы с каждым часом и с каждым оскорблением в вашу сторону приобретаете опытность, приобретаете терпение, и приобретаете тот ресурс, благодаря которому сможете преодолеть и все трудности этой земной жизни на пути к достижению Небесного Царствия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok